приветствую на канале теремка меня зовут ольга ну что давайте начнем с вами мастерить вестика из бисера и пайеточек нам понадобится фетр жесткий 1 миллиметр конечно же контур нашей собачки контур вестика можете найти у меня под видео в описании я буду использовать копирку то есть копировальную бумагу цветной стороной я помещаю вниз и сверху накладываю контур нашего бестика по контуру я прохожу стеком с таким вот микро шариком также можно воспользоваться любой не пишущей ручкой то есть то что не будет рвать бумагу а будет скользить поскольку у меня копирка не очень хорошего качества и я сверху просто по контуру по фетру прохожусь простым карандашом отлично теперь я вырезаю такую более круглую форму придаю нашему лестику и с вами готовим ниточки можно использовать мулине я выбрала такой темно-бронзовый цвет ниточки у меня довольно таки толстые напоминает очень по структуре капроновой ниточки как раз такие ниточки которые подшивают обувь в этом уроке как раз решила канитель не использовать а попробовать все-таки сделать контур именно ниточками отрезаю нить около 40 сантиметров буду вышивать в одну нить если у вас мулине то используйте где-то примерно две-три нити завязываю узелок продеваю в иголочку с изнаночной стороны заводим углу выводим с лицевой стороны и делаем такого стежочек как я показываю и не сильно затягиваем нить я не знаю как называются эти же стежки но вот самом деле они очень симпатично в итоге на выходе смотрится и когда вы уже набьете руку вы уже поймете в какую сторону должна наша рабочая нить смотреть вот и сейчас я делаю поскольку мне нужно сделать угол уже ниточка ушла направо на рабочую и продолжая в том же духе направо на пока у нас смотрит дальше я уже смотрю нравится ли мне нравится и теперь рабочая нить у нас с вами с левой стороны остается советую сделать сначала на каком-нибудь таком черневике для того чтобы понять как это делается потом уже приступать к вышивке основной броши в общем так я прохожусь по всему контуру а а а а и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Дохожу до носика и пропускаю его, как бы перешагиваю, потому что носик у нас будет с вами черного цвета, как и глазки. Продолжение следует... 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 Отлично! С изнаночной стороны закрепляем нить, делаем несколько узелочков и отрезаем, оставляя небольшие хвостики. Теперь займемся глазками и носиком. Точно так же мы делаем несколько узелочек, не отрывая нить, продолжаем вышивать носик. Здесь уже я иду как бы в хаотичном порядке, делаем мелкие такие стежочки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И так у меня удачно получилось, что у меня даже остался такой блик на носике. Снова закрепляем ниточку. Снова закрепляем ниточку с изнаночной стороны. Я приготовила ленту из красных страз. Кончики я всегда фиксирую клеем. Название клея вы также можете увидеть в описании под видео, как и все материалы. Фиксирую кончик на шее. Теперь я готовлю леску, либо мононить. Уже будем работать с ней. Для того, чтобы закрепить леску, либо мононить, с изнаночной стороны я делаю несколько стежков. Таким образом закрепляю ее без узелков. И теперь между страйсингами я фиксирую ленту. Субтитры делал DimaTorzok Отрезаю лишнюю ленту и снова приклеиваю на клей. Теперь начнем, собственно, украшать нашего вестика. У меня несколько видов пайеток и бисера. Значит, пайетки я использую 4,3 мм. Теперь вывожу иглу на лицевую сторону. Отхожу от контура вестика и от ошейничка. Я начну с головы. И набираю на иглу пайетку и сразу же бисеринку. И далее я захожу в саму пайетку. То есть у нас бисеринка будет держать наши пайетки. Там, где у нас пайетки не влазят, там я просто-напросто пришиваю бисеринки. Бисер у меня 15 размера. То есть он самый мелкий. Если брать, если говорить о японском бисере, можно взять чешский. Он еще мельче, кстати, будет еще симпатичнее смотреться. Еще я решила использовать 11 номер бисера, где такие большие пробелы тоже очень неплохо смотрятся. То есть у меня здесь микс. Как вы поняли, 3-4 мм пайетки. Когда пришиваете пайетку, немного побольше отступайте расстояние от предыдущих бисерин или пайеток. Итак, мы с вами проходимся по всему нашему выстику. Ну что, берем острые ножницы и начинаем срезать чуть больше контура наш фетр лишний, который нам не нужен. Продолжение следует... Я приготовила очень тонкий картон. У меня это обложка от блокнотика. И по контуру перевожу на наш картон вестика. Дальше я обрезаю не по контуру, а где-то на 2-3 мм меньше, чем контур. И я беру клей момент обычный. Не супер-клей. Можно воспользоваться, конечно, не супер-клеем. И обильно наншу на вестика и приклеиваю картон. Картон служит таким каркасом, фиксатором для того, чтобы у нас изделие было ровным, прочным, несгибаемым. Нигде не сборилось. Даем высохнуть минут 10-15. Изделие сразу же выравнивается. Пока изделие сохнет, я приклеиваю уже на супер-клей основу для броши. И оборотную сторону я решила сделать не из кожи, а из такого же фетра беленького. Я беру кусочек фетра, накладываю на основу для броши, точнее на выпуклые части. Сворачиваю эти части и вырезаю отверстие. Не обязательно должно быть супер-ровным. С одной стороны и с другой. Снова обильно смазываю теперь наш картон клеем. Можно зубочисткой разнести, так же, чтобы у нас попадало и на фетр. И теперь насаживаю наш заготовленный изнаночный фетр. Пальчиками хорошенечко-хорошенечко разношу клей и приклеиваю в рыжий. Прижимаю. Снова берем ножницы и срезаем все по контуру. Здесь есть маленький такой нюанс, что клей и ручка вместе, как вы видите, дают вот такую красоту. То есть идет размытие ручки. Поэтому, если вы хотели бы контур оформить, к примеру, конетелью или бисеринками, то такой вариант вам не подойдет. То есть все равно синий цвет будет виден. Синий цвет ручки имеется в виду. Вот, поэтому учитывайте это. И просто на будущее берите, допустим, простой карандаш. Или, если есть мыло или мелок цветного цвета, чтобы перевести на отличный контур. Здесь мы оформлять с вами не будем дополнительно. Я беру акриловые краски, металлик, бронзовое и серебро и смешиваю их друг с другом. Для того, чтобы у нас такой оттенок получился интересным. Беру кисть и наношу по контуру нашей броши. То есть наш белый фетр изнаночный весь будет покрыт краской. Акриловая краска отлично сохнет, быстро и она не смывается, не перетирается. Оставляем минут на 20-30 на просушку и наша красота готова. Дарите, носите с удовольствием. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Будет много всего интересного. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!